Всех приветствую! Фьючерсы на индекс S&P500 утром в пятницу побили очередной рекорд всех времен, показав отметку 4725 пунктов в азиатские часы. Это придает, соответственно, новый импульс всем рынкам глобально. Европейский Евростокс 50 держится по-прежнему в районе 4400. Рекорды пока не перешибает, что, в принципе, и неудивительно, учитывая частичные локдауны в нескольких странах Европы. В принципе, из всех секторов рынка глобального отстают, пожалуй, только банки. Финансовая сфера это можно объяснить тем, что доходности купонные по облигациям, в частности, если брать эталонные десятилетние американские банды, припали немного, находятся сейчас ниже ориентира в 1,6% годовых. Ну и, собственно говоря, они отследили путь аналогичный к снижению по доходностям еще глубже в отрицательную область немецких облигаций. Там не так давно в октябре было уже почти ноль, там было где-то минус 0,1, минус 0,06, даже где-то была доходность на пике отрицательная. Сейчас она минус 0,28. Ну и, соответственно, доходность снижается и в связи с как раз локдаунами, то есть защитную отчасти функцию играют банды в Европе и вслед за ними в Америке. Ну и, конечно же, из-за ослабления ожиданий даже на хотя бы малое повышение какой-либо процентных ставок, что федеральной резервной системой, что тем более европейским Центробанком. Большинство, в общем, считает, что до конца 2022 года ставки подняты даже один раз не будут, что, в общем, отражает глубинные настроения денежно-кредитной политики. Соответственно, Центробанки закрывают глаза на пожар инфляции, который разгорается все сильнее, считая ее переходной, временной. И так или иначе, получается, что в этих условиях меньше шансов на то, что подрастут и доходности по облигациям. Так они обычно растут, в принципе, вообще движутся вслед за ключевыми ставками. Вот в связи с этим отстает финансовый сектор, то есть, по сути, единственные такие вот целиком всем сектором просевшие бумаги, то есть, здесь можно посмотреть и на Bank of America, это JP Morgan Cheats, Goldman Sachs, ну, фактически весь банковский сектор. Ну, и отчасти от пиков отошли нефтяные компании. Здесь, опять же, понятно, в связи с историей, там, что Америка призвала крупнейшие страны покупателей нефти, включая Китай, включая Японию, Южную Корею, к тому, чтобы высвободить, распродать, попросту говорить, часть своих стратегических резервов нефтяных. Это немножко придавило нефтяные цены, но эффект, в общем-то, временный. Понятно, что даже если часть резервов продадут, а такое уже было в 2011 году, когда была война в Ливии, один из членов ОПЕК. Вот в тот момент уже просто продавали из резервов, примерно, похожие объемы. Краткосрочный был эффект. Вспомним, какие высокие цены были впоследствии с 2012 по 2014 год дальше. Максимальные, там, и 120 было, баррель. Все было. Вот, поэтому, в любом случае, резервы, если их тратят, их же пополнять надо. Это такой, скорее, популистский шаг, может быть, чтобы потрофить как-то избирателям высокие цены на бензин в Америке, падают рейтинги Байдена. Поэтому, может быть, с этим связано. Ну, в общем, так или иначе, мы, наверное, сильно внимания на это акцентировать не будем. Ну, и из финансовых компаний припали вниз акции Visa до самого низкого уровня за несколько месяцев после сообщения, что Амазон, ну, действительно, крупнейший в мире сейчас ритейлер, он решил прекратить временно прием кредитных карт Visa, выпущенных в Британии к оплате, ссылается на чрезмерные комиссии. Но здесь, собственно, не столько факт только Амазона, хотя это значительная часть рынка, сколько, в принципе, наверное, пример для каких-то еще других компаний, может быть, вслед за Амазоном и еще кто-то откажется, а может быть, уже такие есть, просто в сообщениях это не было. Ну, так или иначе, это, конечно, опять же, фактор, наверное, временного свойства давления на и без того прилично упавшие за последние, там, месяцы акции Visa, они находятся вблизи, в принципе, тех уровней, которые вызывали интерес как раз в начале года к подъему. Поэтому, ну, временно, как бы, могут пока проседать еще. Но, в целом, наверное, финансовый сектор вот именно с негативной точки зрения обращает на себя внимание, пока платежные системы. А среди основных движущих сил, которые поднимают, наоборот, биржи вверх, прежде всего, акции ритейлеров, розничные торговцы и несколько таких действительно хорошо отличившихся компаний технологичного сектора. То есть, помимо там, очевидно, растущихся там сейчас акций Франк, там все практически, да, поднимается. Амазон, Гугл, там, Нетфликс, в меньшей степени Фейсбук, но он тоже отходит уже от недавних, так сказать, от недавней волны продаж, которая в целом накрывала соцсети. То есть, Фейсбук, конечно, мощнее там и Твиттера, и Снэпчата, и пока те продолжают снижаться, Фейсбук, который теперь и метры, которые еще в метавселенную, так сказать, заходят, он прибавляет еще и еще. Ну вот, в связи с этим, как бы, вот, стоит, наверное, выделить новости от NVIDIA, действительно значительные, которые перевели очень быстро вновь акции этой компании в очередной более высокий диапазон, уже выше 300 за акцию, там и 325 и выше было после выхода вот очередной новости, отчета от них. И в данном случае здесь интересно, что представители компании, SEO, они сообщили, что намерены, вот, в связи с развитием метавселенной, то есть, не только зарабатывать на чипах для Фейсбука, да, но вы знаете, что с октября, наверное, знаете, с Omniverse запущена платформа, которую запустила NVIDIA, для разработки собственных проектов компаний, которые желают сотрудничать с этим, ну и частных дизайнеров тоже, виртуальные и дополненные реальности. Так вот, собственно говоря, Джин Сен Хуан, так зовут гендиректора компании, заявил, что программисты теперь смогут создавать еще больше виртуальных миров, вплоть до того, что, вероятно, виртуальных миров будет больше, чем веб-сайтов, настолько, типа, наша система простая, их еще легче строить, чем сайты, соответственно, пользоваться популярностью это будет до такой степени, он ожидает, что это может принести сборы вскоре, порядка 1000 долларов за подписку, еще и с программного обеспечения, то есть, кроме бизнеса, на чипах для виртуальных миров, вот еще потенциально собрать с дизайнеров виртуального мира, он оценивает, что это около 40 миллионов таких пользователей будет, и с каждого по 1000, несложно посчитать, что это 40 миллиардов долларов. Если вспомнить, что вот сейчас уже рекордная сейчас квартальная выручка бы превысила 7 миллиардов пока долларов, то есть, предположим, там это 28 миллиардов в год, если она будет такой же высокой, как в последнем квартале, а не выше, да, но согласитесь, как бы здесь дополнительные 40 миллиардов, даже спустя некое время, они, конечно, на дороге, мягко говоря, не валяются, ну, чуть меньше с учетом тех доходов, которые компания уже от этого сегмента получает, но вкратце обозначена история, что половина доходов, грубо говоря, будет от чипов, а половина доходов вот от продажи софта. Ну, соответственно, это, конечно, добавило дополнительно очков акции Nvidia, может быть, они не прям по прямой вверх смогут дальше расти, все-таки 50% фактически они только с начала октября на всей этой теме прибавили, но, во всяком случае, может быть, и не стоит спешить избавляться от пакета, если даже будут какие-то корректировки, они вряд ли будут надолго в этих условиях. Еще удивило Apple. Apple подскочила до 150, практически 8 уже долларов за акцию, после того, как источники Bloomberg сообщили вчера, что Apple ускоряет планы по разработке своего собственного автономного электромобиля. Ну, и также уже сделала чип, который планирует для систем управления продавать, собственно говоря, и нескольким другим компаниям, там и называются, какие варианты, но все, поскольку все это информация, что называется, от источника, не до конца подтвержденная, я уж ее в обильных количествах цитировать не буду, сами, что называется, найдете все, что интересно, сообщения на этот счет имеются. Ну, важно здесь самый сухой остаток, то, что Apple планирует свой продукт в виде электромобиля запустить в течение где-то 4 лет. Ранее предполагалось, в общем-то, это уже не новое, что Apple занимается электромобилями, разработками, предполагалось, что это будет в период где-то от 5 до 7 лет. Ну, вот, и, значит, такой сдвиг по времени более ранний, а главная фраза о том, что пройдена, как бы, уже ключевая точка разработки, то есть создан чип, подходящий для этих целей, заставила целый ряд экспертов Wall Street пересмотреть свои прогнозы по акциям Apple. Вот, например, Уэдбуш прогнозирует, что потенциальная только история с электромобилями может добавить ни много ни мало, порядка 30 и больше долларов за акцию к текущему ценовому диапазону Apple. Но, собственно, и на своей-то продукции она и так хорошо разгонялась, типичной, да, на электронике, на айфонах, макбуках, вот, то есть, как бы, еще дополнительные были приятные там новости недавно, что она, наконец, с комплектующими Apple согласилась делиться через отдельную платформу и с частными пользователями, то есть, кто хочет сам отремонтировать, может, в общем-то, купить себе и потом дальше старые детали продать обратно, там, по системе Trade-in, обратно уже через этот сайт. Вот, ну, если так или иначе, вот дополнительно еще один фактор, ну, а капитализация Apple, мы понимаем, как много она весит, на самом деле, даже в S&P 500, очевидно, что это значительная прибавка, которая, так сказать, многое тянет за собой. Ну, и много уже говорил, в общем, в этом году о ритейлерах, долго не буду, просто отмечу, кто действительно выделился. Сеть Home Depot, торгующая мебелью, различными товарами для ремонта домашних помещений, 8,9% прибавки. Я вам говорю, что не надо спешить от нее избавляться. Превзошла все ожидания рынка и по результатам третьего квартала, и по прогнозам на 22-й год. Далее, далее, кто у нас еще отличился? Корпорация Kohls. Kohls – это тоже такая большая сеть брендовой одежды, обуви, там, товаров для красоты дома различных. Настолько впечатлил отчет, что более 10% прибавил за одну торговую сессию после отчета за третий квартал. Довольно неожиданно акции Victoria's Secret, ну, это известный специализированный, да, рыночный продавец женских товаров, там, нижнее белье, аксессуары, интимные, так сказать, одежды, принадлежности, косметика, выросли на 14 с лишним процентов после своего отчета. Ну, там они очень неровно колебались, не так давно, в принципе, там, год с лишним назад выходили на IPO. Был убыточный прошлый квартал, вот после этого убыточного квартала на контрасте прибыльный квартал помог подняться. Ну, здесь мне сложно говорить о дальнейшей динамике, насколько она будет устойчива. Так очень вел себя противоречиво, на самом деле, этот бренд на рынке акций. А вот кто стабильно прибавляет уже несколько месяцев – это сеть Macy's. Вот в четверг она подскочила на 21,7%, то есть практически на пятую часть только за день, после того, как в отчете сообщило, что привлекла еще 4 с лишним миллиона новых клиентов за последние три месяца к себе. И это в дополнение к 5 уже миллионам, которые добавила во втором квартале. То есть в целом за счет скидок, за счет программы лояльности, вот поток покупателей через эти программы лояльности у Macy's вырос на 16%. Ну и пересмотрев он там в сторону повышения своей прогнозы, с учетом уже черной пятницы рождественского сезона, там мы так прогнозировали рост почти до 23,7 миллиарда долларов по выручке. Сейчас, говорят, 24,2 в этот район ожидают результаты. Ну и, собственно, уже выходили Walmart, Target, они оказались тоже хорошими очень эти отчеты, на самом деле, но не удивили так сильно, как, может быть, рынок хотел бы, чтобы удивили. Там присели бумаги и Target, которые уже очень сильно за год выросли, и Walmart, но, думается, это тоже скорее временные эффекты. То есть в целом розничные продавцы, преобладающие настроение по ним очень положительное, и преобладающие положительное такое же настроение по технологическому сектору. Это, наверное, основные драйверы на текущий момент, на которые стоит обратить внимание.